Индекс промышленного производства в январе-апреле 2017 года составил 98,5%. Ситуацию в экономике республики, а также ход ремонта дорог и предстоящий единый государственный экзамен обсудили сегодня на еженедельном совещании при главе Чувашии. Основная тенденция развития экономики Чувашии в начале 2017 года – рост инвестиций, объем ввода жилья, внешнеторгового оборота и зарплат. Еще один тренд – переход на производство более интеллектуальной и дорогостоящей продукции, что позволило увеличить объем отгруженной продукции. Возникали сложности у малых предприятий из-за проблем с заключением контрактов в начале года. Но уже спустя пару месяцев ситуация нормализовалась, и количество договоров к маю увеличилось по сравнению с 2016 годом. Сегодня росте промышленного производства завели предприятие по итогам полугодия. Это электромеханический завод, Тезвай, ЛАР, Техмашводный, Чувашкабель и ряд других компаний. Хороший динамик у нас показал – это производство химических веществ и химических продуктов. Все предприятия сработали положительно, темпы роста – 22%. Замедление производства отмечено на предприятиях электрической и оптической промышленности, а также в сельском хозяйстве. Аграрный сектор в прошлом году испытывал влияние внешних факторов – истребление поголовья из-за африканской чумы свиней, а также замедление производства на Акашевской птицефабрике и фактически простой на Чувашском бройлере. В этом году ситуация на предприятиях выправляется. В Министерстве экономического развития заявляют, что ситуация под контролем и к середине года индекс промпроизводства во всех отраслях должен вырасти. Третий квартал покажет нам еще лучшие показатели. Сегодня есть технологические циклы, когда сначала происходит загрузка предприятий, там контрактация их происходит, потом мы закупаем сырье и материалы, и это все происходит в первом квартале. Текущий год он еще обзнавлялся, почему там, ну, безусловно, каждый год происходит. Текущий год обзнавлялся переходом на новую номенклатуру изделий. Мы зашли на новые рынки, в связи с этим еще задержка произошла. Плюс тендерные поставки, тендерные закупки прошли немножко позже в этом году, чем в позапрошлых годах. Поэтому, черт говорю, это все компенсируется, вот эти все основания, они компенсируются уже по итогам полугодий, там, июль, август, сентябрь. Мы увидим достаточно хорошие показатели. В том числе, я думаю, что и по сельскому хозяйству тоже. Еще один вопрос повестки дням. Текущее состояние автомобильных дорог. В этом году размер дорожного фонда более 5 миллиардов рублей. Сейчас освоено более 350 миллионов. И на 2,5 миллиарда уже заключены контракты. На два объявлены тендеры. Отремонтировано 120 тысяч квадратных метров дорог федерального, республиканского и местного значения. Надо сказать, что федеральная дорожная сеть на территории Чувашеской республики содержится в хорошем состоянии. На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения в 2017-2019 годах заключены 6 государственных контрактов. Сейчас ведется ремонт дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Федеральные средства будут выделены на ремонт 110 объектов. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что участвовать в таких проектах должны только проверенные и надежные поставщики. Ремонтация должна быть готовлена качественно совместно с органами местного самоуправления. Все от этого зависит. Чтобы там фирмы одневки не влезали, надо условия закладывать по компетенциям, по квалификационным требованиям, чтобы отдельным желающим, которые хотят участвовать, а потом будут суподряд искать и так далее, другие организации будут искать, чтобы не смогли они пролез. Иначе, даже по тем объектам, где мы сейчас говорим, 5 миллиардов 103 миллиона рублей на дружную хозяйство в этом году, это каждый рубль должен быть направлен эффективно по целевому назначению и с учетом качества выполняемых работ. В этом году экзамены в 9-х классах начнутся 26 мая. У выпускников 11-х классов, 29-го. В обязательном порядке они сдают русский, математику, остальные по выбору. Из-за нововведения этого года контрольно-измерительные материалы будут печататься сразу в аудиториях, и экзаменационные работы будут сканироваться в пункте проведения экзамена. Галина Титарчук, Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.